Ну а напоследок мы вместе с кулинарным видеоблогером Никитой Райковым решили повторить эффектный рецепт из интернета. Яйцо желтком наружу. Выглядит забавно. Как утверждают в сети, чтобы так сделать, нужны скотч и обычный капроновый чулок. А теперь самый классный момент. Нам нужно покрутить это яйцо. О-о-о! Будьте предельно осторожны с этим процессом и держите руки подальше, потому что можно легко ударить себя по углу. Никита очень старался и пробовал, прилагая максимум усилий, аж 10 раз. Но ничего не получилось. Ни у него, ни у нас. Результат был всегда один и тот же. За счет резкого взбалтывания желток перемешивался с белком и воздухом, который находится внутри скорлупы. На то, что показывали в интернете, не похоже, но все равно красиво. Мы назвали этот рецепт золотым яйцом. Интересно, догадается ли Марк, как оно приготовлено? Что? Миша чешешь? Ой, Миша, сладенькая какая. Мы сейчас будем готовить два рецепта. Нам надо приготовить, сделать из них гифки и, в принципе, все. И это будет пицца и омлет мы сегодня снимем, потому что это самое простое, можно быстро сделать. Потому что это все замонтировать надо, потому что завтра нужно, чтобы все это было готово. Еще надо сегодня в парикмахер съездить. Поскольку это будет гибко, выложу я ее вконтакте. Будет она вконтакте. Посмотрите, что у нас получится, потому что, честно, гибкий мы еще не делаем ни разу. Ну вот, сразу попробуем. Это как называется омлет этот? Денверский омлет у нас подходит. О, ну красиво там пузырьки прям, слушай. Стеклянная форма сама по себе, конечно, убогая, но в них очень красиво снимать. В общем, один подходит рецепт, и второй сейчас мы быстренько тут сделаем. Вот, одни из лучших помидорок. Главное, дешевые, да. А вилли, по-моему, 100 рублей стоит, и они там просто отстойные. Можно было бы сэкономить и сделать невкусный рецепт, потому что потом есть будем. Ну что, все? Все ингредиенты. Жми. А что, пищит? А, вот, все, давай, температура включена была. Все, готов? Вообще прям, хорош получил. Класс, мини-блендер. Да, может, как-нибудь и с утра поедим такое. Ну, 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 ой, какая маленькая. Маленькая. Какая маленькая собачка. Маленькая собака. Посмотрите, какая маленькая собака. Где посолочку найти для такой собаки? Лайфхаки начинаются. Значит, можно вот так саморезом прикрутить, и будет отличная, удобная вешалка. Я сейчас даже покажу, как она работала бы. Пришел дома. Всем привет, я дома. Я пошел гулять. Черт. Еще раз, дубль два. Я пошел гулять. Лизу позвали на телеканал, там узнали, что она немножко беременна, и написали, что всего доброго. Очень рада за вас. Ты свое селфи потом будешь делать, потому что время у меня машина на парковке оплачена. Да, какой парковка? Здесь платная парковка? Вся парковка 60 рублей час. Да ладно. А и до этого тоже вся платная была? Я ни разу не платил. Ну, первый год. Да? Да. Ничего себе. Сейчас 3 часа вода. Улыбаемся и Маш. Давай. Сейчас вот так. Я же забыл, что я еще отклонюсь. О, ты себя видишь? Да, сначала снимать к 15-му, да выключится. Опачки. Опачки. Все. Все, новенький. Ты себя снимаешь, вернее? Я себя, учет себя. Пылесосы? Ну вот. Вот, значит, Серега постриг меня пылесосом. Да. Вот этот профессионалист взял пылесосом и все волосы убрал. А где у тебя паян? Да. Собачка. Смотри, 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 бьется, бьется. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, постри же, бьется. Ты постри что-то ходил? Да. Ага. Ну, давай. Нехорошо. Ой, зайчик. Ай, зайенька. Зайенька. О, Гоша, ты гулять идешь? Чего ты не отвечаешь? Иду, 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 иду. Ну ладно, давай. Все, пока. Спасибо. Гоша лизнул. Слушайте, ребят, пицца вообще, честно скажу, получилась прямо вот. Мне кажется, что у меня никогда такое тесто не получалось. Просто, просто бомба. Вот колбаса, которая на пицце, вот ради которой эта пицца делалась. Вот. А пицца вот такая вот. Кстати, сериал «Молодой папа». Мы его начали смотреть. Уже 4 дня смотрим. Сериал отличный, но, к сожалению, пока первую серию мы так и не досмотрели. Ну, потому что как-то силы не остается. Вот. А вообще, друзья, все вот так вот круто. Вот сюда задом прямо и назад. Вот тут прям. Миш, отвали. Пока. Приветик. Привет. Красавчик. Ну? Ну? Ну что-то лопает. Миша, ну-ка, фу! Отлично уже это. Пойдем. Миш. 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 Мы идем в гости к Софине Китичне. Миш. Да закрыта же дверь. Здрасте. Здрасте. Заходите. Ой, что если тут у вас не узнать все? Миш, заходи. Миш, пойдем. Пойдем, Миш. Привет. Так, здороваемся. Это Миша. Привет. Не, ну чего, мы так, это, мы ждали трех горьков. Ничего себе у вас тут. Раздевайся. Ничего себе. Мишаня, Мишаня. Что, Миш, домой хочешь у меня? Да, ничего. Домой хочешь? Самое сложное, это вспомнить, где машина припаркована. Я вспомнил. Я молодец. Сейчас тебя обколят там, да? Одна дыра и 4 литра крови. Приделось тебя за ногу тащить до машины. Ну как, самочувствие? Непонятно пока? Ну сейчас съешь дендерский кумбет. Миш, я приготовлюсь. Не, спасибо, сейчас доедем. Что? Что, голова болит? Мы пошли. Мы в парк идем. Привет. Миш, Миша, иди сюда. Сидеть. Мишенька, не поняла, что случилось. Хорошо сидеть. У тебя еда есть? А мне дай. Ну, почему? Ай, ну че ты мне поедешь коком бьешь? Не, просто помягче вывод. Сейчас нужно заезжать. Давай. Пока. Удачи. Позвонимся. Позвонимся. Ленинский пропускают. Да. Да, вообще. Ну че, как дела? Да шикарно. Ты в пиджачке? Конечно. Как положено. Отделанную. Я вот с собой взял. Что-то у меня попа, жарко в попе. А. Ты включил меня супер грей. Вет сидел тут. Мы вдвоем пришли, вдвоем уйдем. Мы к вам. Да. Активную косметику хотим попробовать. Кофейку. Кофейку. Как? Ни пирогов, ничего нет. Ни пирогов нет. Поехали. Попадаем все. А куда идти? Куда? Куда вам надо. Нам реально надо. В зал. В зал. Какой? Не знаю. Вип. Нам вип. Лучше вип, конечно. Гетто ноу. Ребята, проходите. Здрасте. Здрасьте. Привет. О, сколько сумок. Привет, привет. Здорово. Какие там же женщины. Подожди, у каждого свой зал идущий? А что ты говорила, что все в одном будут? Я думала, что все в одном. Это было бы смешно. Если все в одном были, мог бы один справиться. Вот они. Все учат текст. Очень интересный текст. Ирина сама писала текст. Это не я, Ольга писала. Ольга писала. Некая Ольга. А где Ольга, это заказчик Ольга? Нет. Фу. Макс. Обратите внимание, элитные ведущие Москвы. Ухоженные. Чемогатый кавер-бэнд. И главный видеооператор Москвы. Встречайте. Угу. Только никто мне не зовется вадьбу снимать почему-то. Лучшая косметика. Давайте, давайте, ребятушки. Ровно через 30 минут мы начнем знакомить людей друг с другом. Специально для этого была собрана плеяда лучших ведущих Моросейки. Покажи нас. Начни с нас. Обкатай программу. Безмолвные ведущие. Те редкие моменты, когда они ничего не говорят. Ничего не говорят или просто пьют. Или просто пьют. На самом деле, ребят, здесь проходит мастер-класс какой-то. И сейчас будут люди знакомиться. Вон Ира стоит. Вон она. Ирка. Вот. Я в углу забился, потому что я очень стесняюсь. Ты вышел. Ты вышел. И отдел персонала тоже является поддерживающий бизнес. Ну что, Максим? Да, Иван мне сказал Никита пицца. У него ассоциация четкая. Кому? 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 В общем, уже 15 минут. Все опаздывают. И нам сказали, что отработать все равно полтора часа придется. Кофе нет, чая нет. Есть только пластмассовые вон эти штуки, картонные, которые можно погрызть. И вода вся кончилась. Все в ожидании. Вот Макс. У Макса, кстати, самая маленькая аудитория. И больше всего регионов. А у меня, видишь, халява. Мне никого не надо объявлять. Сейчас давайте поприветствуем прямо наш ведущий, город Москва. Друзья, здравствуйте. Меня зовут. Город Москва, зал Воробьевы горы. Я сейчас живу в Загрине. Если кто-то успеет, можно пойти за мной. Можно воспользоваться навигацией и просто достаем нас встретиться. Поэтому Москва встречается в Загрине по названию Воробьевы горы. А потом дальше. Курал. Держи. Итак, всем добрый вечер. Здравствуйте. У меня зовут Виталий. Так, Курал. Называется спид-дейтинг. Ну ладно, давайте попробуем, чего уж там время тянуть. Сейчас я буду выбирать анкеты, задавать некоторые вопросы. А ваш задачу будет попробовать угадать. Отличный вопрос. Умеет ли пользоваться оружием? Нет. Таким образом. Город Волгоград. Оружие не умеет пользоваться домашних животных. Данилена. Данилена? Да. Какую историческую личность? Сталин. Дальше. Так, давайте последнюю анкету. И я пойду узнаю, где это наше шампанское уже. А вот шампанское я прям почувствовал. Друзья, давайте попланируем друг другу. Дэкбол классно, познакомились. Значит, у нас еще одно очень важное мероприятие. Сейчас появится шампанское. Нам нужно будет сделать одну общую фотографию. Я, конечно, сомневаюсь, что мы все в нее поместимся. Сейчас я вас фоткаю. Плохти за работой. Два-два-пять. Так, сейчас. День до шесть. Макс Зубанов. Макс Зубанов. По вайберу и по ватсап. По ватсап. Я вайбер не пользуюсь. Я не понимаю, зачем столько в этих. Телеграм тоже не пользуюсь. Захеряй. Ты... Е. А с молодоженом что-нибудь делаешь? Своё авторское? Ну, с видосами что-то такое. Ну, бывает, делаю, да. Перед свадьбой какие-то. Перед, нет, не, только на... Все, погнали. Все, парни, спасибо, что я не вижу. Давайте, увидимся. Увиделись. Че? Ты будешь отель, кофе напоед. Ну, да, да. Воды не дадут. Будешь сейчас открытой бутылку высасывать. Вот, вот. Ну что, ребят, день еще не закончился. Мероприятие мы провели. Батарейка в камере села. И сейчас понедельник. День тяжелый. Я иду на теннис. Время половина десятого уже. Почти. Ровно половина десятого начала. Поэтому поиграем сейчас немного. Потом домой. И потом мне нужно снять еще ролик один на завтра. Ой, ой, ой. И что-то сегодня вообще просто нереально хочется спать. Поэтому сейчас будем трясти себя. Здорово. 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 Попадем мне в вечности. Это что? Ну, да. А, так я не знал. А никто не знает. А что, Саша, а где Саша? А? Вы сегодня в паре будете? Нет. Мы обычно это друг против друга. Он с Пашей обычно играет. А мы, кстати, с ним прошлый раз сыграли. Мы в пятницу, знаешь, сыграли? Он 10 лет не играл. 12. 12. 12 как? 12 лет не играл ракетку. Слушай, вот это как с плаванием. Почему? Не удивительно. Вот сейчас, мне кажется. Мне кажется, у него только замок большой, а остальное все. Да ладно, ты что? Знаешь-ка, мы сыграли его в пятницу. Они у нас вели 5-0. И мы выиграли 7-5. А, это вот бывает чудеса. Вот этот психологический перелом. Нет, психологический перелом бывает. Те вот что-то расслабились, а эти вдруг не упали духом. И все. Я уже встречал пару раз. И вот в большом... Что заканчиваем? А? Ну, он, он артист. Не дам где работать. Да ну что ты? Вон это, эстрада цирковая и щитовская, у меня трогаешь их образование в театрах. В иди! В иди! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok